Горсовет готовится к избранию нового мэра. Сегодня на сессии депутаты утвердили порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Наринмара. Напомню, полномочия действующего мэра Татьяны Федоровой истекают в марте 2017 года. Выбрать нового главу предстоит городскому совету из числа тех кандидатур, которые представит специально созданная конкурсная комиссия. Выбирать главу Наринмара в 2017 году будут по новым правилам. Решение об избрании высшего должностного лица столицы региона примет городской совет в лице председателя и депутатов. Сегодня на сессии народные избранники утвердили порядок, согласно которому пройдет конкурсная процедура отбора кандидатов, претендующих на кресло мэра. Согласно положению, решение о проведении конкурса должно быть принято не ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до истечения срока полномочий ранее избранного главы. В результате, после принятия решения, оно подлежит в течение семи календарных дней опубликованию. И с этого момента начинается срок принятия заявлений от потенциальных кандидатов, которые изъявляют желание участвовать в конкурсе. Заявление предлагается принимать в течение 30 дней. Также предлагается установить перечень, который должен представить кандидат на рассмотрение конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия будет сформирована в составе 10 человек. Половина членов комиссии назначается городским советом, другая половина – губернатором Неницкого округа. Члены комиссии проведут отбор в соответствии с теми требованиями, которые предъявляются к кандидату на должность мэра города. Окончательный список кандидатов комиссия направит в городской совет, который и примет решение об избрании нового главы Нарьинмара. Сегодня очень принципиально важно, что у нас в принципе в конкурсе на главу города может участвовать любой житель Неницкого автономного округа, достигший 21 года и в принципе обладающим всеми правами гражданина Российской Федерации. И сегодня я говорю, что этот вопрос очень важный, потому что буквально в начале декабря нам надо будет объявлять конкурс по выбору главы города. Действующий глава города у нас заканчивает свои полномочия в марте 2017 года. Не менее важными в повестке дня стали вопросы о снижении должностных окладов мэра города и председателя горсовета и о сокращении фондов оплат труда служащих городской администрации. Напомню, еще в прошлом году на региональном уровне было принято решение о сокращении на 10% зарплат губернатора и государственных служащих. В июне этого года горсовет принял единогласное решение, которое гласит, что оклад главы города должен составлять 90% от оклада главы региона, а также решение о сокращении годового фонда оплаты труда муниципальных служащих до 45 окладов, так же, как было сделано в органах государственной власти. Однако решение, которое на июньской сессии депутаты приняли единогласно, глава города не исполнила. Глава города категорически не согласна с этими решениями, она наложила на них вето, поэтому мы его сегодня пытались преодолеть. К сожалению, мы его сегодня не преодолели. Я считаю, что в этой ситуации проиграли жители города, которые в том числе из-за этих необоснованных завышенных затрат потеряли достаточное количество средств, которые могли бы быть направлены на строительство тех же детских площадок. Для преодоления вето главы города сегодня депутаты должны были повторно проголосовать за решение, принятое на июньской сессии. Однако, если в июне решение было принято единогласно, то сегодня не набрало большинство голосов. Я уверен, что мы должны были сегодня это сделать. Сегодня большая проблема стоит о недополучении бюджетом около 70 миллионов рублей, потому что городская администрация превышена норматива по финансированию на зарплату муниципальных служащих и лиц, замещающих выборные муниципальные должности. Поясню, что 70 миллионов рублей, о которых говорит депутат Сергей Сверидов, это те средства, которые округ должен был перечислить городу в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Однако из-за невыполнения нормативов по зарплатам городская администрация не получит этот трансфер и должна будет выделить эти средства из собственного бюджета. По словам депутата Ольги Питуниной, вопросы о снижении должностных окладов мэра города и председателя горсовета и о сокращении фондов оплаты трудослужащих городской администрации будут вынесены повторно на следующую сессию.